Екатерина Попкова пришла на прием в МФЦ вместе с сыном Никитой. Без предварительной записи в марте семья отмечала совершеннолетие сына, но из-за ограничительных мер паспорт поменять вовремя не получилось. Сейчас наверстывают упущенное. Сейчас поток клиентов в МФЦ увеличился. Люди стремятся закончить начатые до особого режима операции с недвижимостью и государственные регистрации сделок. Организация не работала полмесяца, потом работала по предварительной записи, а с этой недели перешла на обычный график. Несколько процентов побольше, потому что все-таки сдерживающий фактор он дал себе знать. И сейчас, когда снились ограничительные меры, небольшая волна хлынулась. Больше всего клиентов в центральном офисе. Во время ограничений многие, кто предварительно записывался на прием, не приходили. Организация провела огромную работу, переговорила с агентствами недвижимости, коммунальщиками. Запись скорректировали на несколько дней вперед. А сейчас, когда появилась возможность живой очереди, посетители сталкиваются в коридорах с теми, кто записывался заранее через интернет. Быстро обслужить такой поток клиентов невозможно. Руководство МФЦ рекомендует обращаться в районные центры. Там людей значительно меньше. У нас практически 90% очередь была записана живой людей, которые приходят на запись. И, соответственно, когда мы всем сейчас говорим, что желательно приходить вживую через недельку, через дней 10. Почему? Потому что вот эти 7 дней, они уже записаны. И мы можем принять минимальное количество, которые придут вживую. В Самаре 14 многофункциональных центров. Они есть в каждом районе. И все сейчас готовы к приему горожан. Посетители, которые придут в МФЦ без масок, обеспечат средствами индивидуальной защиты. Сергей Кизоркин, Мария Левина, Николай Епифанов. События.